Биография Кане Танаки, урожденной Ото, с одной стороны уникальна, ведь у женщины перед глазами пронеслось целое столетие, с другой не содержит ничего экстраординарного, на что можно было бы списать ее долголетие. Жизненный путь Японки начался 2 января 1903 года в деревне Вадзира, которая уютно разместилась неподалеку от города Хигаси. Кане выросла в многодетной семье Кумакити и Кумы Ото, где воспитывались еще семеро детей, ее сестры и братья. Любопытным можно считать факт, что Кане родилась седьмой по счету и была недоношенной, но этот нюанс не повлиял на ее здоровье и продолжительность жизни. В 19 лет Кане Ото вышла замуж за двоюродного брата Хидия Танаку, которого не видела вплоть до дня свадьбы. Избранник владел маленьким семейным бизнесом по производству национальных сладостей, рисовых лепешек и лапши удон. Еще в молодости девушка начала торговать этими блюдами в собственном магазинчике и до глубокой старости продолжала заниматься любимым делом, не требуя от жизни большего. Личная жизнь у супругов сложилась, в браке с Хидияо Танаке родились четверо детей, а впоследствии пара усыновила и пятого. В конце 30-х годов безмятежно текущую жизнь семьи нарушила неспокойная обстановка на мировой арене. Сначала на военную службу забрали мужа Кане, который вернулся спустя два года. А после начала Второй мировой на фронт ушел старший сын японки, Нобо. В конце войны молодой человек попал в советский плен и вернулся домой только в 1947 году. В эти неспокойные годы семейство Танаке заботилось не только о своих детях, но и помогало детям погибших родственников. С супругом Кане прожила в браке 71 год, вплоть до его смерти в 1993 году. Учитывая долгую жизнь Танаке, можно решить, что эта женщина никогда и ничем не болела, однако это не так. В разные годы жизни на Кане обрушивались недуги, с которыми женщина благополучно справлялась, не теряя стойкости духа. Есть сведения, что в период Второй мировой японка страдала от паратифа, кишечная инфекция, а в 46-летнем возрасте у жительницы деревни Вадзира нашли рак поджелудочной железы. Уже будучи 103-летней старушкой, Танаке снова перенесла онкологическое заболевание. Несмотря на преклонный возраст, Кане успешно выдержала пятичасовую операцию на толстой кишке, после чего прожила еще 16 лет. В марте 2019 года японскую долгожительницу, которая на тот момент достигла возраста 116 лет и 28 дней, занесли в Книгу рекордов Гиннеса. Помимо этого, Танаке стала первой по продолжительности жизни в родной стране, которая в принципе лидирует по этому показателю в мире. Годом позже Кане отметила в доме престарелых очередной день рождения, который прошел в лучших традициях праздника. Торт, шарики и свечки стали неотъемлемой атрибутикой состоявшейся вечеринки, на которой присутствовали ее родные и друзья. Секретом долголетия Танаке считала здоровый сон, диету, семью и надежду. Что касается последнего, то бабушка любила себя побаловать сладостями, особенно была неравнодушна к шоколаду и отнюдь неполезной Кока-Коля. Сладкоежка даже на церемонии Книги рекордов Гиннеса не отказала себе в удовольствии полакомиться. Когда женщине вместе с наградой вручили ей коробку конфет, Кане открыла ее и прямо на сцене стала дегустировать угощение. А вот чтобы не стать жертвой деменции, Танако увлекалась каллиграфией и математикой, с возрастом перешла на настольные игры и сочинения стихов. Сын долгожительницы написал о своей матери биографическую книгу. Танако Кане умерла 19 апреля 2022 года в доме престарелых, где жила последние годы, так как ей требовался обстоятельный уход и внимание профессионалов. Незадолго до этого, в январе, женщина отметила день рождения. В интервью телеканалу КБК долгожительница сказала, что хотела бы прожить до 120 лет. Правнучка японки Джунка Танако опубликовала в соцсетях фото знаменитой родственницы, рассказала о самочувствии прабабушки и подарила именные бутылки с ее любимым напитком, Кока-Колой. На момент смерти, причины которой не уточняются, Кане было 119 лет и 107 дней. После Танаки в списке старейших женщин на Земле первой стала француженка Люсиль Рандон, которой в феврале 2022 года исполнилось 118 лет. В Японии эстафету перехватила Фуса Тацеуми, она младше Танаки на 4.